Критическая остается ситуация на юге Авдеевки. Российские подразделения захватили то, что осталось от некогда загородного комплекса «Царская охота» и пытаются закрепиться на улицах Соборная, Чернышевского и Спортивная, сообщает Дипстейт. При этом некоторые Z-блогеры пишут, что в сам город российская армия не вошла. Что на самом деле происходит в районе Авдеевки, разбираемся в этом видео. Z-каналы не могут определиться, так вошла российская армия в Авдеевку или нет. Некоторые публикуют видео якобы взятия первых пленных и говорят о заходе российских штурмовиков в трех точках города. Наши парни зашли в Авдеевку, сам город. Об этом сообщают военнослужащие БАРС-11. Они пишут, что ВСУ выбиты из укрепрайона на другой стороне. Идут жесткие бои. Телеграм-канал ЧП «Севастополь» со ссылкой на российских военных пишет о взятии бойцами РФ под контроль ряд траншей, прилегающих к дачному массиву и железной дороге, ведущей к окраине царской охоты. Прорывом, о котором давно мечтали, называет наступление России 19 января военный блогер Юрий Подоляка в Телеграме. По его словам, под прикрытием тумана бойцы РФ взяли укрепрайон и вошли по улице Соборная в саму Авдеевку. Подоляка считает, что взятие царской охоты разрушает всю линию обороны ВСУ, создается котел, пишет российский зэдблогер. В то же время другие зэдканалы пишут, что никаких заходов армии России на крайние улицы Авдеевки нет. Подразделения Росармии заняли территорию бывшего кемпинга «Царская охота». Там идут тяжелые бои. Россияне не зашли в Авдеевку и тем более не смогли закрепиться. Каждый шаг российских солдат контролирует ВСУ, говорит офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий. По его словам, никаких выводов о ситуации в Авдеевке делать нельзя, пока нет официального подтверждения от Генштаба ВСУ. Слышали, наверное, о том, что уже там, значит, где-то были объявления о том, что зашли в город, закрепились и так далее, и так далее. Но я считаю, что и говорю еще раз, слушать нужно только официальные сводки Генерального штаба. Все позиции и ситуация полностью под контролем вооруженных сил Украины. Командование видит все шаги противника, что он делает, значит, ну и противника отбиваем. Непосредственно на позициях нашей бригады, значит, изменений в худшую сторону никаких нет. Все позиции держатся и атаки противника отбиваются. Авдеевка, безусловно, остается одним из самых желанных для армии России участков фронта. Ведь город является ключом к центральной части Донецкой области. Некоторые кремлевские эксперты даже берутся прогнозировать, что россияне возьмут под контроль город к первому марта. Но к реальности такие заявления отношений не имеют, считают действующие военные ВСУ. Ну, саму Авдеевку, вот, на вчерашний день штурмовали шести сторон, саму Авдеевку. Туда сконструировано, именно в саму Авдеевку сконструировалось самое большое количество тех же кабов, этих авиационных бомб. Вот, и в живой силе противника. Им действительно нужно перерезать дорогу, доступу, таким образом лишить возможности там подвозить БК и все остальное. Но пусть не пытаются. Все равно задач сдавать Авдеевку нету, мыслей сдавать Авдеевку нету. И, ну, по крайней мере, мне ничего такого не известно, если бы это было, наверное, об этом объявили. Тем временем в институции изучения войны сообщают о захвате россиянами села Крахмального. Это уже Харьковская область. Аналитики пишут, что россияне продвинулись вдоль линии Купенск-Сватова. Кроме того, геолокационные кадры также указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись на восток от Ивановки и Золотаревки, 17 километров к югу от Кременной. И пока россияне пытаются со всех сторон наступать, Украина строит собственную так называемую линию Суровикина протяженностью в тысячу километров, пишет издание «Телеграф». Защита состоит из трехуровневой системы траншей, танковых ловушек, опорных пунктов и массированного заминирования. Такое укрепление проходит неподалеку от Авдеевки, Лимана и Купенска. Наиболее мощная линия обороны вокруг Чернигова, чтобы сделать невозможным новое наступление на столицу. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы первыми узнавать все самые важные новости о войне.